Смотришь, тебе пропуск выписывают. Опять же, тебе отмечают все твои паспортные данные. Значит, свои. В целом, я, блядь, работал в Теплокоммун Энерго. И это было, наверное, год 11. Артёмовка. Вот это райотдел. Да. Мне надо было прийти, чтобы начальник отдела поподписывал договора. На то, чтобы провели им там, переподключили тепло и поделали трубы. Так меня не то, чтобы к нему не пустили. Я человек с работы, с корочкой. Официальное лицо, представитель, блядь, службы городской. Я пришел, сразу два чувака на пистолетах, блядь. Стоять бояться. Куда шо? Я же объясняю ситуацию. Мне сейчас, секундочку, подождите. Служебка, телефон. Алло, алло. Спускается секретарша, блядь. Берет документы. Уходит. Он подписывает, приносит. Я его даже в глаза... Так это, блядь, вонючий начальник Артёмовка, блядь. А главный прокурор, блядь. Генеральный. Ну, то бишь, как? В смысле, блядь? К нему так просто попасть, блядь? Да ну, понятно, что посторонний к нему в кабинет не зайдет. Что за бред, блядь? Тем более, еще подгадать так, чтобы не только прокурор, но еще и зам. Ну, да, блядь. Кажухаря, кажухаря, что я не могу вспомнить дело. Ну, 395-й, знаешь, актерская девиза? И получается, первая справа, это Рудя. Рудя, да. А следующая, кажухаря. А, вот так. Рудя знаю, ближайшие к муханке. Вечная яма, блядь. Вечная парковка. А, нет, ну... Не понятно, кем разрешена, блядь. Вот это вот дрова. Это рынок, тут понятно. Половина машин торговцам, половина покупателей. У меня просто при таком трафике и такой узкой дороге, парковку... Ну, она здесь по жизни, насколько я повторюсь. Как рынок образовался, так и... Я-то еще помню, где времена, когда здесь сквер был. На этом месте. Типа бульвара, две дороги по бокам, а посредине аллейка, деревья... Озоны, лавочки стояли. Уже не застал такой узкой. Тут у меня первое впечатление, что я товарища на тренировку включиться сломал.